Привет, Данила! Привет! Перед тобой на столе радиодетали. А какие радиодетали ты уже знаешь? Ну, вот это светодиодики. Что они делают? Ну, они светятся, ведь они светодиодики. Ну, хорошо. А какие детали тут еще есть? Покажи. Здесь есть резисторики. Это конденсатор, наверное? Нет, сынок, это не конденсатор. Да, эта деталь похожа на конденсатор, но на самом деле это датчик вертикальности, так бы я его назвал. Ну, на самом деле индикатор угла наклона. И мы сегодня проведем с ним опыт. А какие детали тебе тут еще известны? Ну, вот это вот переменный резистор. Когда его крутят, сопротивление меняется. Понятно. А вот эти вот непонятные штуки, которые лежат? А вот это соединительные провода. Да, конечно, это просто провода. В общем, с этими деталями мы сегодня сделаем несколько схем. И я попытаюсь научить тебя кое-чему из радиоэлектроники. Но чтобы нам не паять, мы будем использовать вот такую интересную штуку. Называется она макетная плата. Прикольно. Да, выглядит прикольно. Плюсики, мелочики. Да, в ней паял. Вот. Эта плата используется для того, чтобы делать всякие электронные эксперименты и не махать паяльником. И схемы. Да, и схемы. Как видишь, вот такие проводочки, они снабжены вот такими вот штриками. Чтобы их специально вот в эти дырочки. Их в эти дырочки, в эти отверстия, в эти гнезда можно вставлять. И они там контактируют. Давайте расскажу, как устроена такая макетная плата. И многим будет интересно. Макетная плата выглядит, как дырчатая такая фанерка, в которой насвергено много-много отверстий. Но если внутрь посмотреть, там кое-что блестит. Это блестят контакты. Так вот, в макетной плате есть несколько групп контактов. Вот здесь вот синяя и красная полоса, она контактирует с вот этими вот дырочками. Причем между собой они не перемыкаются. Это как две проволоки натянуты. С помощью них можно подавать питание. Подключать их к батарейке и подавать питание на разные элементы. В том числе и на светодиоды. Тут две таких шины питания. Это так и называется. Вот это и вот это. Это шины питания. Шины? Да. Как у машины. Шины. Вот. А здесь дырочки контактируют с другими проводочками, которые расположены вот так. Но между ними есть вот такая прорезь. Эта прорезь изолирует эти провода. И поэтому мы можем, втыкая разные элементы, собирать схемы, замыкая их вот на эти проводочки и питая их от вот этих шин питания. Так. И давай тогда, наверное, попробуем собрать очень простенькие схемы. Я их уже нарисовал. Ну, схемки с диодиками. Конечно, с диодиками. Я узнаю. Узнаешь? Тем более, что ты сам уже некоторые схемы рисовал. Ну, хорошо. Давай начнем с самой первой схемы и попробуем с помощью нашей вот этой макетной платы собрать самую-самую простую схему из светодиодиков и резисторов. И что же это схема? Вот. Это схема номер один. Давай ее покажем людям. Здесь у нас в схеме что есть? Батареечка. Потому что без питания нельзя. Светодиодик и... Что это? Уже забыл? Хорошо. Это резистор. Тот самый резистор, который не меняется. У него нет ни ручки. Так. Поэтому давай-ка возьми резистор. Возьми резистор. Положи его на бумагу. И найди нам светодиод. Раз уж ты знаешь все детали. Ну, светодиод подойдет вот так вот. Да. Хорошо, сынок. Но если помнишь, когда делают схемы, то желательно проверить, работают эти детали или нет. Сейчас проверю. Как проверять резистор, это ты уже умеешь. И светодиоды ты, по-моему, тоже проверял. Покажи-ка. Давай проверим этот светодиодик, чтобы нам не попасть в просад и не попытаться собирать схему с какой-нибудь бракованной деталью. Светодиодик. Светодиодики. Светодиодики. Не переворачивайся. Не дрыгайся. Как же ему положить, так чтобы ты не дрыгался. Ну что, горит? Горит. Светодиодик исправен. И мы можем с ним работать. Запомним, что у него вот здесь вот плюс. Вот на этой ножке. Эта ножка длиннее другой. А значит, плюсик у нас на длинной ножке. Длинная нога. Значит, первая наша схема будет, это включение светодиода, чтобы он засветился от батарейки. Если от батарейки, вот от такой мощной, запитать этот маленький светодиод, он, конечно, засветится. Да, и перегорит. Поэтому мы обязательно должны ограничить ток. Резисториком. Да, ток ограничивается резистором. Мы возьмем вот такой небольшой резистор. И вот здесь будем использовать шину питания. Вот в шину питания у нас идет проводочек. Я думаю, тебе хорошо видно. И к этой же шине питания мы подключаем вот так вот резистор. В дырочке, которые идут в этом ряду, рядом с синеньким. Вот. А следующий, ну, другую ножку резистора мы воткнем вот здесь. Тут все равно, где мы воткнем. Это мы подключили резистор. Да. Теперь положительной шине питания напротив, так нам будет удобно, мы воткнем красный проводочек. И мы помним, что длинненькая ножка нашего светодиода это плюс. Да, вот это вот плюс. И мы тогда смотрим, где у нас воткнулся резистор. Вот здесь вот в этом поле, да. Сюда мы воткнем минус, а плюсовую ножку воткнем вот к этой красной полоске. Мы правильно там попали, как думаешь? Да, правильно. Вроде правильно. Теперь нам надо правильно воткнуться к батарейке. У батарейки у аккумулятора здесь минус. Ты об этом уже даже рассказывал свой рассказ. Вот, к минусу мы подключаем минус. А теперь возьми красненький проводок и подключи его к плюсу. Ну что? Горит! Да, светодиод горит, не перегорает. И вот мы сделали первую схему, которая у нас работает. У нас сейчас работает... Светодиодик. Да. У нас батареечка через резистор питает вот этот светодиод. Здорово получилось, да? И вроде просто. Прикольно. Ну что ж, давай отключим этот наш светодиодик и попробуем собрать вторую схему. Интересно же так, да? Да, прикольно. Так, вынимаем. Хотя не будем вынимать этот резистор. Оставим, он нам пригодится. А вот со светодиодом мы немножко поиграем. В следующей схеме у нас присутствует вот такая деталь. Эта деталь обозначается с такой вот стрелочкой. Сейчас я покажу всем. Вот эта деталь. Это переменный резистор. Ну-ка, найди-ка нам переменный резистор. А, вот, вот. Вот он. Вот, переменный резистор мы установим вот здесь. Так, вот, чтобы было видно. Воткнем его вот в эти дорожечки. Вот так вот. Не втеснется? Втеснется. Все. Вот мы установили переменный резистор. И теперь мы подключим питание уже не просто через этот вот резистор, а через переменный. На всякий случай мы ограничиваем питание, потому что переменный резистор может изменить свое сопротивление до нуля. И поэтому мы добавляем еще один постоянный, чтобы когда переменный резистор станет нулем, наш небольшой светодиодик не перегорел. Вот. А дальше делаем все точно так же. То есть, как у нас по схеме идет? У нас по схеме идет батарейка, переменный резистор и светодиодик. Только к переменному резистору мы добавили еще один постоянный. Вот. Ну и теперь также в плюсовую шину питания мы вставляем длинную ножку светодиода. Вот. А там, где у нас воткнулся резистор, надо внимательно проверить, в той дорожке стоит. Ну-ка, посмотри внимательно. Да, именно в той. Именно в той дорожке стоит. Хорошо. Ладно, чтобы не перекасался. Да. Вот. И теперь нам надо подать питание, но только уже на переменный резистор. Вот здесь у него есть дорожка с ножкой. И вот сюда мы втыкаем вот так вот и втыкаем в шину питания. Ну что ж. Вроде у нас все нормально включено. Давай подключаем нашу схему и смотрим, что же у нас получится. Смотри, светодиодик уже засветился, но нам-то этого мало. Ну-ка, попробуй крутить ручку. И понаблюдай со светодиодиком. Что происходит? Ярче, слабее. Ярче, слабее. Ну вот, мы очень быстро собрали вторую схему. Давай всем покажем, как ярче и слабее работает. Крутим в ту сторону, он ярче, а крутим в эту, слабее. Ну вот. Вот мы уже собрали две схемы. Идут они последовательно, так удобно. Ну давай, отключай питание. Всегда, когда разбираем схемы, надо отключать питание, чтобы... А током не ударило. Ну, током от батарейки, конечно, не ударит, но мы можем испортить себе какие-нибудь детали. В частности, могут сгореть резисторы или светодиоды. Так, хорошо. Вот мы уже сделали две вот такие схемы, запомнили их. А теперь давай соберем очень интересную схему, которая будет реагировать на наклон. Это же интересно. О! Как так? Роботы реагируют на наклон. Да, мы будем использовать датчик наклона. Так, что в нашей схеме потребуется? Смотри внимательно и собери все детали, которые нам нужны. Так, третий схема. Давай, смотри, это ты взял датчик, что еще требуется? Датчик, датчик, что там, светодиодик. Так, берем светодиодик и что еще обязательно у нас стоит такое черненькое? Черненькое. Ну, что это у тебя в руках? Регистрик. Ну, так ты называй. Ведь наши зрители не знают, что ты взял в руки и спрятал там у себя. А вот это вот что? А это и есть вот этот датчик. Просто папа его так нарисовал. А знаешь, почему папа его так нарисовал? Давай я расскажу. Как морда. Да, выглядит как морда, но на самом деле здесь у этого датчика, здесь у этого датчика два контакта. На этих контактах лежит шарик. Именно просто лежит. Вот в этой маленькой трубочке лежит шарик. Когда я его чуть-чуть потеряю, этот шарик, наверное, в ту или в иную сторону. Да, да, сону. И на этот шарик я... Вот, и если этот датчик перевернуть, вот этот вот шарик отскочит сюда вот вниз, вот так вот, и освободит контакты. И эти контакты разомкнутся. И наша схема на это среагирует. Роботы, которые следят за тем, чтобы не перевернулся корабль или еще что-нибудь, как раз так и устроены. Ну что, давай соберем эту простую схему. Давай. Значит, нам, как всегда, понадобится наш диодик, который будет индикатором того, что сработала или не сработала наша схема. Ограничительный резистор обязательно. Без него никак нельзя. Мы ограничиваем ток, чтобы наш светодиодик не сгорел. Да. Вот. Теперь надо включить датчик. Датчик, наверное, включим. Слишком широко ножки расставлять не будем. Тогда я его включу вот так, вот там, где стоял резистор, и вот сюда, рядышком. Ну-ка, посмотри. Ножка напротив резистора стоит? Одна ножка напротив резистора, да. А другая нет, да. И вот теперь та, которая нет, ее надо взять, в этом же ряду воткнуть контакт, и один контакт должен идти в том же ряду, где наш светодиодик. Я правильно попал? Нет. Нет, поправься ног. Вот в этот ряд. Давай, втыкай, втыкай плотнее. Плотненько, плотненько. Хорошо. Ну вот, теперь давай я подключу плюс, а ты подключай минус. Светодиодик горит. Так, я буду держать, потому что здесь у нас не очень удобно. Да. Вот так вот. Вот, светодиодик горит. А теперь ты возьми и начинай наклонять плату. Наклоняй, наклоняй сильнее. Только надо было наклонять сюда, потому что зрители не видят, что диод погас. Или же вот так, да. Вот как только плата переворачивается, то светодиодик гаснет. Причем мы можем сделать так, что светодиод будет наоборот, либо загораться, когда плата переворачивается, либо гаснуть. И вот мы наклоняем, 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 оп. А теперь назад. А теперь, оп. Как только мы достигаем определенного угла наклона, датчик срабатывает. Вот мы собрали с тобой третью такую вот замечательную схему, интересную. И эта схема используется в роботах, которые следят за своим положением. Представляешь, если бродяга слишком сильно наклонился, он мог бы упасть. А ведь никто не знает, как бродяги узнать, он вертикально стоит или нет. Ведь гравитацию он чем может почувствовать? Вот именно такие датчики и помогают роботам знать шире вертикальность. Ну, не обязательно с шариками, они очень разные. А теперь давай соберем схему с фотосопротивлением. Да, это тоже будет очень интересно. Мы просто возьмем... Вот фоторезистор. Да, вот фоторезистор. Чем он отличается, фоторезистор, от обыкновенного, знаешь, нет? Ну, этот... На свет реагирует? Да, он реагирует на свет. И так же, как переменный резистор, изменяет свое сопротивление. Только переменный резистор мы крутим пальцами, а этот фоторезистор изменяет свое сопротивление, когда солнышко его крутит. Ну, не крутит на самом деле, а освещает лучами. Освещает, он на это реагирует. Только у нас, к сожалению, солнышка сейчас очень мало. Ну, что-нибудь да получится. Поэтому сделаем так. Да, лапа будет солнышком. Напротив светодиода, вместо обычного резистора, папа уже знает параметры этого фоторезистора, и дополнительное сопротивление использовать не будет, мы ставим фоторезистор. Вот прям по вот этой вот схемке. То есть, у нас есть батарейка, светодиод и фоторезистор. Наверное, вот так вот лучше показывать. Как же лучше это показывать? Вот так вот буду показывать. Ага. Батарейка, фоторезистор и светодиод. Все, нам осталось только поставить перемычку правильно. Ну, можно сразу вот эту вот перемычку питания... Посмотри, я в тот ряд попал. Возьми проводочек и попади в тот ряд, где стоит фотосопротивление. Вот так вот. Молодец. Ну, хорошо. Сейчас вот так вот. Вот. И теперь включаем здесь питание. Вот. Включили питание. Включай, включай. Попробуй там воткнуть его. Угу. Ну, почти получилось. Все. Хорошо. Хорошо. И теперь смотри. Светодиодик у нас горит. А попробуй пальчиком затенить фоторезистор. Горит, не горит. Да, да. Горит, не горит. То есть, если наступит полная темнота, то наш светодиод вообще погаснет. Вот смотри, вот так вот. Если его, да, вот так вот загородить, он вообще гаснет. Да. А если осветить сильнее, то наоборот, светодиод будет гореть ярче. Погалится. И то же самое можно будет сделать, чтобы светодиод, наоборот, загорался в темноте, а газ на свету. Ну, как видишь, вот такая простая схема. У нас очень легко получилось, да. Вот мы уже собрали 4 схемы. Это схема с фоторезистором. А теперь пятую соберем. Вот. Она такая интересная, как гирлянда. Да, она выглядит, конечно, интересно, но только собирается немножко нудненько. Почему нудненько? Потому что там много элементов. Да, мы сейчас возьмем и соберем самую красивую схему. Значит, давай переменный резистор ставим тут, светодиодики сейчас по-правильному поставим вот здесь. И будешь мне помогать теперь уже. То есть ты уже опытный стал. Значит, я втыкаю вот эти вот светодиодики маленькие, красивые. А ты напротив светодиодиков втыкай ножки резисторов, чтобы одна ножка была напротив светодиодика, а вторая куда-нибудь сюда. Ну-ка, ну-ка. Давай, старайся. Так, и вторую ножку в другой ряд на той стороне. Хорошо. Только нет, давай дотягивай вот сюда. В шину питания. В шину? Да, в шину питания. Растяжка. Не, не обязательно растяжка, ты можешь втыкаться вот в эти. Только главное, напротив светодиодов. Так, мы включили красный и желтый. Давай, сынок. Резисторы, да. И в шину питания их ставь. В синенькую, да? В синенькую ставишь. Молодец. Давай, давай, устанавливай. Так, теперь уже. Так, а я пока подготовлю наш переменный резистор к работе. Так, ну и красненький тоже надо запитать. Ну-ка, проверь в тот ряд я попал. Проверяй, проверяй. На желтом я, походу, тут не в этот ряд попал. Ну, проверь, да. Главное, чтобы к диодам шли эти контакты. Так. И опять не попал. Да, ты старайся попасть. Да, сынок. Может, нужно на эту попасть. Хорошо, в синюю воткнул. Молодец. Так, ну и теперь мы втыкаемся вот сюда. И смотрим, все ли светодиодики у нас попали. Что-то у нас не контачит, да? Надо проверять. Давай проверим поначалу вот так. Зеленую точно на этот ряд. Так, есть, попали. Хорошо. Так, вот они все светятся. Но пока что они все светятся одновременно. Одинаково где-то тут не контакт, видать. Вот, сейчас мы подправим эту схему. Вот пока что мы взяли, запустили все четыре светодиода. Да, горят они красиво. Но мы хотим сделать более хитрую схемку. На самом деле, это схемка с регулировкой. И сейчас я эту регулировку постараюсь наладить. Так, чтобы наладить регулировку, мне надо попасть в этот вот ряд. Здесь попасть в этот фото, в этот переменный резистор. Все равно там минус отлетел, ты его поправь, пожалуйста. Минус на батарейке отлетел. Сейчас, я-я-я. Вот так. И вот теперь вращай переменный резистор. И смотри, что происходит. Светодиодики плавненько, один за другим, то загораются, то гаснут. Ну, красный практически не гаснет. Ну, такая у нас батарейка более мощная, да. Но при этом... А синий хорошо гаснет и хорошо загорается. Да. Синий самый интересный. Ну вот, мы собрали с тобой пять интересных схем. Какая больше всего тебе понравилась? Конечно, разноцветная. Детям всегда нравится разноцветная. Разноцветная и еще какая-то там с наклонным датчиком. С наклонным датчиком, как у роботов, да? Третья. И третий мне еще понравился с наклонным датчиком. Ну, хорошо, Санок. Как видишь, все просто. И теперь уже я буду просто тебе рисовать схемы, а ты их будешь собирать сам. Ого. Боишься? А чего бояться? С папкой ты рядом. Да ничего не боюсь. Это интересно даже. Ну, хорошо. Все, сыночек. Пока. Пока. Пока.